всем привет это я игорь хочу показать свой так сказать электро велосипед уже электро велосипед это был просто немецкий был взял его велосипед этот интересен он тем что он двухподвесный у него спереди здесь вот видно амортизация и задняя подвеска тоже амортизируется вот этой вот пружинкой и вот этим вот коленом в резинке задняя подвеска очень удобная для наших дорог так сказать асфальтированных это сильно сказано то что надо то что надо и в то же время это не горный велосипед не горный не хотел никогда вообще не понимаю как на них можно ездить зачем их брать в городе ездить на горном велосипеде там ни крыльев нету ни багажника такое на какой-то непрактичный этот руль такие там ровный руль как-то я не знаю ну не понимаю я этих горных велосипедов и мне совсем не нравится вот нашел себе такой вот дорожник двухподвесной мне понравился колеса на 28 здесь вообще он такой довольно большой под большой рост я уже не помню как там он в номерах как-то номер рамы там но такое от 175 рост 180 то что надо нормально себя чувствуешь не зажато удобный велосипед теперь по электрической части вот собственно поставил мотор такое со своего старого велосипеда 350 ватт редукторный пять лет я на нем ездил на старом теперь переставил на этот моторчик хорошем состоянии после пяти лет у меня там есть еще видео и разбирал шестереночки нормальные все такое вообще самый такой лучший вариант как мне кажется переднеприводный есть еще центральные моторы вот здесь мотор как-то крепится под низом вот этой штуки и есть заднеприводные тогда внутри так само как в переднем только внутри заднего колеса мотор но они мне не нравятся такие моторы почему ну передний или это центральный мотор это у вас всегда будет работать цепь цепь снашивается вот звездочки снашиваются это дополнительный износ вам будет будете менять цепь звездочки ну кпд меньше получается всей системы передачи вот эти лишние зачем эти передачи тут прямо мотор вот колесе и все оно работает напрямую вот сзади мотор поставить тоже сложновато ну что там тормоз уже надо ставить специальный дисковый там кажется идет тормоз ну и проблемное и туда поставить а передний еще такой приятный плюс что у вас получается велосипед с передним приводным полноприводный если крутите педали и включаете мотор то вы едете везде песок грязь снег он везде у вас проедет ну что он получается полноприводные же вот здесь вот поставил контроллер вот он под багажником его еще надо бы как-то может закрыть от влаги от дождя как-нибудь что еще придумаю это провода тут там оно написано как подъеднается подсоединяется там оно все пишется в инструкции там проблем нет вилки они все идут вот эта ширина ширина вилки она идет везде стандартная на всех велосипедах так что насчет этого не переживайте он становится мотор на любой велосипед спереди сзади наверно тоже но сзади я не знаю утверждать не буду спереди он что у меня был аист становился туда нормально и шо на это тоже становится сделал такую вот корзинку спереди на старом у меня была корзинка но там она немного не так становилась тут такие усики были вниз опирались а на вот эту и поддерживалась тут так не получится потому что вилка амортизирующая поэтому сделал такую корзинку вот хомут один хомут другой хомут тут на болтиках все довольно таки жестко она держится не шатается седло это седло металлическое корзинка если когда-то поломается просто болтики открутил корзинку новую поставил на это седло и все уже у вас новая корзинка что тут еще можно показать передачи переключатель передач там задней втулки было видно на 7 передач его пришлось переставить с этой стороны вон тут был с правой вот сюда налево единственное переставляется все без проблем единственное что цифры у вас будут показывать вверх ногами 1 2 3 4 разве что но это не проблема цифры они видно что вверх ногами зеркало тоже обязательно должно быть для безопасности спидометр показывает там и скорость и дистанцию пройденную пройденный путь там там все богато что показывает замок замок тоже надо велосипед вышел очень дорогой что еще тут показать аккумулятор 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 вот аккумулятор там такой литиевый аккумуляторчик да я ее фольгой обклеил чтобы летом он не так на солнце нагревался он черный здесь вот видно не видно заряд показывает он насовывается вот этими рельсой сюда вот так ставится так сверху россия вот это его седло с резеткой внизу но прикручивается жестко к раме аккумулятор ставится так защелкивается вниз и опустили все он защелкнулся теперь его без ключика не снимешь ключик вот там ключик а так и потом его назад вытягиваешь но это двумя руками делать меня сейчас одна занята это ключ второй зажигание фара фара кстати фара бомба это такая фара ну это корпус другой фары от немецкого тоже велосипеда металлический корпус и мне понравился так и оставил а это фара она вставилась просто в середину а такая с ребрами китайская но светит это вообще просто ослепляет там даже наверное на некоторых жигулях такой такого света нет и все тут больше смотреть звонок сигнал все что я хотел чтобы на нем было я уже поставил все на нем есть он комфортный удобный практичный это вам не горный велосипед что там вообще ничего нет это очень удобный велосипед немецкий дорожник двухподвес переделанный под электрический еще что хотел сказать что он вышел легче чем заводские электро велосипеды на заводских там очень много всего нацепливают там всякое лишнего я считаю что лишнее всякие там щитки защиты усиливают раму там ящики какие-то я не знаю для чего он получается очень тяжелый велосипед сам велосипед тяжелый если вот так вот собирать у вас выйдет дороже дороже выйдет конечно если все по отдельности покупать там аккумулятор мотор сам велосипед такой как вы хотите велосипед а не такой как вам там навяжут электро готовый то так выйдет дороже но зато вы получите такой велосипед который вы хотите удобный для вас максимально легкий насколько он тяжелее стал сейчас я скажу мотор два с половиной килограмма вот этот передний аккумулятор без рельсы три с половиной килограмма я ее вважив взвешивал а с рельсой там ну хай все там 300 грамм контроля там вообще там 200 грамм ну что там вес там ну короче добавилось получается всего-то там три с половиной 6 6 килограмм примерно добавилось всего-то электро велосипед будет намного тяжелее заводской заводской это так вот логику их не можно понять тоже не думает все равно ж хозяин крутить педали не будет то можно нацеплять всякой там ерунды ненужной а по аккумулятору я отдельно видео выложу там покажу какие у меня были она свинцовых ездил на старом расскажу ну что это самая так сказать слабая и дорогая одновременно часть электро велосипеда аккумулятор как им пользоваться чтобы он дольше работал лучше работал прожил так сказать у вас дольше это я расскажу в следующем видео ну все кажется до свидания все если что спрашиваете в комментариях что непонятно отвечу всем до свидания